Изменения правил землепользования и застройки связаны со строительством именно социально важных объектов. Ранее в Рязани осуществлялась точечная застройка. Против нее выступало много городских активистов. Минус в том, что при таком строительстве социально важные и значимые объекты находятся вдали от людей. Сейчас власти города решили исправить сложившуюся ситуацию. Например, в Кальном изменятся границы территориальных зон, таких как городские парки, скверы и бульвары, а также зоны общественно-жилой застройки. На территории Кального, на территории, как я уже неоднократно говорил, будет построен детский сад, потому что мы с вами все видим тот мощный развивающийся кластер в данном районе. И, конечно, социальные объекты там необходимы. Сейчас планируется увеличение как парковочных зон, так и преобладание комплексной застройки города надточечной. Так, в районе Дашково-Песочня предполагается создание новых микрорайонов. Изменения в правилах землепользования и застройки корректируют границы нескольких зон. Здесь предусмотрено комплексное освоение территории с сохранением объектов озеленения, развитием социальной инфраструктуры и благоустройством. Когда проект планировки территории изготавливается с учетом всех архитектурных норм, у жильцов не возникает проблем ни с парковочным пространством, ни с игровыми зонами, ни с спортивными зонами, ни с зонами озеленения, парками и прогулочными дорожками. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы город шел к комплексной застройке. На заседании говорили еще об одной территории. На 5 июня назначены публичные слушания по вопросу изменения в генплан. Это дом номер 48 на улице Высоковольтной. Там планируется провести реконструкцию здания для создания комплекса учебных, выставочных и офисных площадей для обеспечения деятельности по демонстрации медицинских приборов, обучению работы с ними. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.